Портреты, фольклорные сюжеты, жанровые картины, культуры народов. Здесь представлено более ста полотен. Всего в международном пленэре приняли участие 50 делегаций от художественных школ из 23 регионов. Главная задача познакомиться с культурой, традицией Владимирской земли, ну и, соответственно, провести пленэр на наших территориях, наших древних городах. Для многих участие в пленэре уже традиция. Надежда Ермола и ее воспитанники во Владимире уже в шестой раз. Для участия в конкурсе отбирают не просто талантливых детей. Ребята сперва должны выполнить домашние задания. Часть их работ и представлена на выставке. Участвуем в очных конкурсах пленэра по разным городам. Владимир, Суздаль, Юрьев-Польской вчера мы были, Покрова на Норле рисовали. И много блиц-конкурсов, в которые очень активно ребята участвуют, потому что всего два часа нужно сделать работу за два часа. И получается, естественно, шикарная работа, шедевр. Все работы разные по технике исполнения. Графика, акварель, пастели, самое сложное масло. Авторы лучших картин будут награждены медалями. Выставка будет открыта в Доме фольклора до 10 сентября. У всех участников международного конкурса программа дня насыщена не только культурными событиями, но и работой. Задание на сегодня – городской этюд. Шестой день международного пленэра юных художников. Задача каждого из них – написать по три картины в день. Сегодня художники пишут улицу Георгиевскую. Завтра каждый из них возвращается в свой регион. Большинство юных художников собрались на смотровой площадке. Ксения Мельниченко и Анастасия Никитина решили написать Георгиевский храм. Девушки приехали на пленэр во Владимир впервые. Художницы признаются, что всегда хотели прокатиться по Золотому кольцу и запечатлеть Владимир на холсте. Мы уже вписали улицу Георгиевскую, решили вернуться еще раз, чтобы суметь нарисовать какие-нибудь отдельные детали у храма. Замечательно вот этого. Также рисовали золотые ворота. И мы продолжаем ездить по городу Владимиру, смотреть на различные улицы, наблюдать за ними и за тем, как живет город. Многие из этих юных мастеров обещают приехать во Владимир снова. И не обязательно на международный пленэр художников. Как говорят ребята и их педагоги, древняя столица Руси красива в любое время года. Евгений Павлов, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант».